Евгений Шварц Евгений Шварц Вот она, та дверь, за которой поют. Маруся стучится. Она входит и видит большая пустая комната, пол закапан известью и краской. Высоко на козлах стоит маляр. Напевая что-то, он красит оконную раму. Здравствуйте, говорит девочка. Здравствуйте, отвечает маляр. Скажите, пожалуйста, что эта школа еще не готова? А зачем тебе знать, готова или не готова? А вдруг она не откроется первого сентября? Что ты, что ты, пугается маляр. Мы свое дело сделаем. Мы понимаем, что это за день первое сентября. Вот хорошо, говорит девочка радостно. Скажите, а в какой комнате записывают первый класс? Тридцать восьмой, отвечает маляр. А какая она? Кто она? Тридцать восьмая комната. Как тебе сказать? Ну, тридцать восьмая и есть тридцать восьмая. Ах, понимаю, ты цифр не знаешь. Знаю. Знаю ноль, один, еще знаю шесть. Девять помню, а вот тридцать восемь забыла. Понятно, отвечает маляр. Ну, тогда пойди в коридор и гляди. Из какой комнаты будут выходить маленькие девочки, там и записывают. Поняла? Спасибо, отвечает Маруся и снова выбегает в коридор. Вот, видишь, Верочка, говорит женщина, какая добрая учительница, а ты не хотела идти. Маруся скорее бежит в ту комнату, из которой вышла Верочка. У нее разбегаются глаза. Прежде всего она видит форменное платьице, коричневое с белым воротничком и черным передником. Платьице это укреплено на фанерной доске, оклеено цветной бумагой. На витрине напротив учебники для первого класса. Ручка, карандаши, тетради. Все, что нужно принести первокласснику с собой в школу в первый день занятий. А за столом против двери сидят две женщины. Наверное, учительницы. Одна помоложе записывает что-то на большом листе бумаги, а другая постарше глядит на Маруся через круглые очки. Черные глаза ее за стеклами очков кажутся огромными и сердитыми. Молодая учительница говорит ласково. Не бойся, девочка. Здравствуйте, тетя, говорит ей Маруся. Меня зовут Анна Ивановна. Здравствуйте, Анна Ивановна, поправляет Маруся. А ты кто, спрашивает учительница? Я Маруся Орлова. Зачем пришла в школу записаться? А почему ты пришла одна, без мамы или папы? Папа нет дома, он летчик. Он сейчас улетел за полярье, а мама не может. Вчера обещала пойти, а сегодня говорит, подожди до завтра. А ты ждать не любишь, спрашивает седая учительница. Все девочки с нашего двора записались уже, объясняет Маруся. А маме все некогда. Вот я и пришла и документы принесла. Какие? Спрашивает Анна Ивановна. Все, отвечает Маруся и кладет на стол большую коробку газетной бумаги. Что это, спрашивает учительница? Документы. А где ты их взяла? В комоде, в маленьком ящичке. Вы какие нужно возьмите, а какие не нужно, я отнесу домой. Маруся открывает коробку и показывает учительнице документы. Вот это бабушкин паспорт, а это квитанция за телефон, а это синенькая за квартиру, а это письмо от папы. А здесь в конверте мои волосы, когда мне был один кодик. Это орденские книжки мамины. Моя мама доктор, а во время войны была капитаном медицинской службы. А это я, когда мне было два месяца. Достаточно, закрывая коробку, говорит Анна Ивановна. Одну минуточку просит вторая учительница. Дай мне посмотреть на телефонную квитанцию. Так, благодарю вас. Внимательно взглянув на квитанцию, учительница выходит из комнаты. Так, Маруся говорит Анна Ивановна. Хорошо. Ты, значит, очень хочешь учиться? Очень. А что ты умеешь делать? Читать умеешь? Да, отвечает Маруся. Вот, глядите. Маруся наклоняется к книжке, читает, водя пальцем, отпискивая только знакомые буквы. Это вот А, это У, вот это Р, вот это Я. Я и писать умею. А ну-ка, просит Анна Ивановна. Напиши мне что-нибудь. Вот тебе карандаш, вот тебе бумага. Маруся усаживается и пишет старательно, изо всех сил нажимая карандашом. В это время вторая учительница возвращается. Готово, написала, говорит Маруся. Учительница смотрит и видит. Девочка написала крупными печатными буквами свое имя. Маруся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова